Пройдя 9 испытаний, Тан Сан станет морским богом. Однако он был также выбран богом Асурой, и поэтому получит статус двойного бога. Из этих двоих, бог моря является богом первого класса, повелевающим силой моря. А бог Асура – бог-король, обладатель безмерной ауры убийства. С точки зрения силы, бог Асура значительно выше морского бога. Унаследовав это божественное положение, в будущем Сан будет одним из главных в божественном царстве. Тан Сан получит меч бога Асуры – ультрабожественный артефакт, не имеющий себе равных, который содержит в себе могущественную силу его владельца – Асуры. Это инструмент с огромнейшей концентрацией ауры и намерения убийства и правосудия. Это самое мощное божественное оружие с доминирующей атакой во всем божественном царстве. То же самое, что моло чистого неба в мире людей. В финальной битве Тан Сан использует этот меч в битве с Бибидун и Тян Рин Сюэ. С тех пор, как все монстров Шрека прибыли на остров морского бога и Тан Сан начал прохождение испытаний, началась эра трёх богов, борющихся за господство. Потому что, когда Тан Сан стал морским богом, Бибидун и Тян Рин Сюэ также получили силу бога. Бибидун стала наследником бога Ракшасы, а Тян Рин Сюэ – бога Святого Ангела, так как у неё дух Серафима. Когда Тан Сан принял унаследованное положение морского бога, внезапно вмешался бог Асура, потому что он тоже выбрал Сана. В конце концов, два бога договорились, и они оба передали божественность Тан Сану. А Ся-Ву была ещё одним сосудом его силы, поэтому в конце концов Ся-Ву также стала богиней. Хотя Тан Сан получил две божественные силы, ему всё же нравился морской бог, потому что божественная сила морского бога была более умеренной и наиболее подходящей для него. С богом Асурой всё было по-другому. Когда Тан Сан использовал его силу, то был поглощён непреодолимой жаждой убийства. Это неотъемлемая черта бога Асуры, дающая в то же время удивительную боевую мощь, сильнейшую среди богов. Поэтому среди четырёх богов на боевом континенте бог Асура является сильнейшим, и он давний враг бога Ракшасы, положение которого унаследовала Бибидун. Можно сказать, Асура – это олицетворение светлого зла и правосудия, а Ракшаса – это тёмное зло царства богов. Ракшаса достаточно силён, он может подавить многих богов первого класса, например Посейдона. Но перед самой мощной тиранической аурой бога Асуры, он слишком слаб. Когда же Сана избрал бог Асура, и как он получит его меч? Всё это связано с городом убийц. Именно там Сан преодолел первое испытание бога Асуры, когда прошёл адский путь. Если вам интересно узнать об этом побольше, пишите в комментариях, сделаю на эту тему следующее видео. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал и до скорой встречи!